Курьер, Австрия, отвергаю санкции ЕС против России. Курьер, Австрия, 21 мая 2019 года. Ангелика Винцек, Ангелика Уинзик, 56 лет, является с 2013 года депутатом Национального совета и стоит на третьем месте в списке кандидатов в депутаты Европейского парламента от Австрийской Народной партии. Предпринимательница из Факла Брука должна будет сменить на этом пост уроженца Вельса Пауля Рюбига. Пауля Рюбиг, Курьер, вошло Зунг, Австрии не нужно больше ЕС, это ЕС нужно больше Австрии, в стране находится у власти черно-синяя коалиция. Не должны ли консерваторы в Европарламенте пойти на коалицию с правыми популистами? Ангелика Винцек, на европейском уровне нет такой же коалиции, как на национальном уровне. Я бы все-таки различала Австрийскую партию свободы, АПС, на земельном и федеральном уровне и Лепен-Амперсантка на европейском уровне. К ним нужно присматриваться очень и очень внимательно. Я считаю их опасными. Но так как они даже не в состоянии сформулировать свои собственные взгляды, поскольку не могут договориться между собой, то по этой теме больше сказать нечего. Манфред Вебер Манфред Вебер, главный кандидат от Европейской народной партии и, возможно, будущий президент Еврокомиссии, выступает против строительства газопровода «Северный поток-2» между Россией и Германией. Австрийская компания АМФ участвует в проекте. Позиция Австрии состоит в том, что «Северный поток-2» нам нужен, потому что другой альтернативы у нас нет, а энергоснабжение важно. Не знаю, почему Вебер вдруг хочет его прикрыть. ЕС постановил значительно уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу, что помимо прочего натолкнулось на энергичный протест автомобильной промышленности. Хельмут Мак, Эльмут Мачк, из шпиталя Ампирно ссылается, например, на то, что это решение наносит ущерб верхнеавстрийской промышленности, производящей комплектующие для автомобилей. С моей точки зрения, смысл в том, чтобы соблюдались нормы выбросов. Тут нам нужно дать импульс исследованиям и новым разработкам. Нельзя допускать, чтобы мы вытесняли предприятия в США и другие регионы. Нам необходимо наладить гармонию между окружающей средой и экономикой. Повышение выбросов в транспорте имеет место. В этой сфере нам нужно использовать новые технологии. ВАНП конкуренция за место в списке кандидатов очень сильна, потому что порядковый номер в списке зависит от количества голосов, отданных за того или иного кандидата. Ваши главные конкуренты – от Марка РАС, от Марка РАС, иго-секретарь Каролини Эдштадлер, Каролини Эдштадлер. Как вы оцениваете собственные шансы? С этой системой у меня нет никаких проблем. Я считаю, что чем больше демократии, тем лучше. Я не ощущаю конкуренции других кандидатов, поскольку я езжу только по Верхней Австрии. У меня в день по 12 встреч, больше просто невозможно. Какие цели вы перед собой ставите? Сокращение бюрократии – огромная тема. Необходимо вновь ориентироваться скорее на установки АЭС, чем на местные предписания. Своими предписаниями национальные государства больше почти ничего не могут регулировать. Необходимо работать по принципу субсидарности, заложенному в Лиссабонском договоре. Например, мы могли бы разработать предписания по аллергенам на уровне отдельных стран. Мы устранили собственную ответственность государств. И при этом именно в области продуктов питания. По моему мнению, странно, что теперь больше никто не заботится о здоровом питании. Считается, что теперь сам потребитель должен принимать решение. Я за ответственного и хорошо информированного потребителя. Тут я должна согласиться с канцлером Курцом. Как должен быть организован ЕС в будущем? Что должно оставаться компетенцией национальных государств? А что решаться в Брюсселе? Мы должны быть самодостаточным, закрытым вовне союзом. Нам есть, что предложить. Мы находимся на хорошем экономическом, исследовательском, культурном и социальном уровне. Мы не должны разрешить ни Китаю, ни Кремниевой долине задавить нас. Трудно говорить одним голосом. У нас есть много организаций. Нужно начать реформировать организационные джунгли. Каждая комиссия плодит бюрократию. Еврокомиссия должна быть сокращена. ЕС ввел санкции против России за оккупацией Крыма и действий на востоке Украины. Некоторые предприниматели, например, Петер Ауген Доплер, Петер Ауген Доплер, из компании Бакалдрин, Бачкалдрин, критикуют это решение. Шпагат из санкций и контрсанкций доставляет нам массу проблем. Понятно, что нужно подавать политические сигналы, когда речь идет о соблюдении норм правового государства, правах человека и демократии. Но экономические санкции бьют не по тем людям. Я против санкций, потому что они не дают никакого эффекта. Нужно посылать политические сигналы. Но нельзя перекладывать груз на спины крестьян. Китайцы заменяют нашу продукцию своей. При такой высокой доле экспорта в нашей экономике нам нужно подумать, нет ли других возможностей показать русским, что так делать нельзя, и какие это возможности. Кое-что можно сделать на дипломатическом уровне. Если наш экспорт уменьшится, то это будет означать увеличение безработицы. Половина нашего бюджета уходит на социальную сферу. Где нам тогда экономить? На инвестициях в будущее торговые войны еще никому не помогли. Китайцы форсируют свой проект «Шелковый путь». Критики считают, что он служит глобальной экспансией Китая. Китай явно настроен на то, чтобы стать мировым лидером в политической, военной и экономической областях. Это видно по его инвестициям в Африке, это не политика между равными партнерами. Это напоминает колониальное время. Европа должна спросить себя, функционирует ли еще ее конкурентное право. Китайцы скупают европейские компании, но если что-нибудь хочет предпринять Европа, то и этого делать не дают. Обмен должен быть равноправным. Нашим предприятиям разрешено инвестировать в Китае только в рамках совместных предприятий. Но обе стороны должны обладать равными правами, как они, так и мы. Можно ли обойтись без «Шелкового пути»? Он, собственно говоря, является лишь инвестиционным и закупочным проектом. «Шелковый путь» нам не нужен. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.